всем привет я начала монтировать влог и поняла что приветствие у меня к сожалению не записалось и в этом маленьком кусочке видео я вам говорила о том что мы со Златиком собираемся в магазин собираемся идти смотреть подарки для родственников так как мы едем в скором времени к родственникам мужа в Саратовскую область вот и еще я планировала посмотреть для Златика кепочку вроде ничего не упустила так что приятного просмотра у меня запись выключилась вот в общем ее единственное она не снимала но сейчас ее начала снимать но это не значит что не надо пробовать носить головные уборы тем более сейчас жара а еще мы поедем в Петровск там там тоже очень жарко поэтому нам нужен новый головной убор ну да она очень симпатичная эта кепочка в общем магазине примерю покажу как это смотрится вот да так что так что мы побежали у нас большой план еще было бы здорово зайти в один пункт выдачи он правда находится совсем противоположной стороны то есть мы сейчас пойдем в одну сторону вот там два километра а потом нам хорошо бы еще в другую сторону вернуться и сходить в другую сторону а мне пришли спонжики из алиэкспресс кстати очень быстро в этот раз я подумала почему я покупаю спонжики ну здесь обычные там за 400 рублей в среднем я заказала на пробу у двух продавцов у одного два спонжика у другого три в общей сложности на 200 рублей а я знаю что они тоже классные я уже как-то брала с китая спонжики тоже были отличные поэтому решила что в этот раз надо мне сэкономить и взять спонжики взять их на алиэкспресс вот тем более кстати пришли они очень быстро я даже не удивилась но не ожидала поэтому я в общем то и заказала двух разных по двум причинам да что могут прийти как бы неизвестно сколько будут идти и второе что не знаю какого качества чтобы наверняка вообще заказала двух разных вот ладно мы дели новую майку назад да у тебя такая модница у меня будет самодница красотка ну что помчали помчали веня веня только что слопал разодрал бабочку бедную у меня честно говоря не знаю какой то дикий страх перед всеми насекомыми я не знаю я не могу даже не взять за крылышки и вынести мне прям жалко было очень но но я хотела уже ее было спасти но потом я не набросился и я поняла что ей она в любом случае не выживет поэтому да но он ее конечно бедную разодрал он у нас очень ловит всех мух комаров в общем такой у нас пауков сразу находит ловит в этом плане молодец какая букашка все его так что в этом плане у меня идеальный код потому что я боюсь всех этих тварей мне вообще не страшно вот поэтому да ладно мы помчали может быть кстати вам покажу в магазине ну не знаю насколько будет возможно потому что злата бывает встает и и я но мне в принципе не хватает рука еще камеру брать но это нереально практически вот кстати мне кажется эта помада прям классная это мне леночка моя подарила на день рождения прям вообще обалденно это катрис покажу я в сумку уже убрала очень классная помада мне она кстати очень понравилась забывая ей сказать что она прям классно я ее кстати не сразу как-то поняла вот она как-то вот бывает что наносится практически как матовая и стойкая бывает что она может зависимости от состояния губ что она как-то отпечатывается но это первое время сейчас она мне уже даже на зубах не отпечатывается что у меня часто бывает такая проблема именно с такими помадами которые не матовые а вот обычные вот они постоянно зубах отпечатываются это же нет вот в общем так она выглядит вот от катрис номер а 10 номер 10 короче здесь написано не фокусирует камера 010 мат классная в общем не знаю может как-нибудь посмотрю даже другие оттенки мне она прям понравилась вот так что да ладно пора заканчивать болтать и и бежать бежать в магазин вот смотрите сейчас сиганет оп 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 цирк на дроте о веня веня ну ты попа вот так вот он скачет у нас прыгунчик обалдеть вень мы уходим если чё оставить тебе форточку вон вон влазь туда у нас там вообще фиг знает чё лежит какая-то плитка осталось которые с ремонта на кухне старые уже ненужные что у нас там ее дома куда идешь куда идешь куда идешь шоу 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 лу Субтитры сделал DimaTorzok Которые еще немцы строили Не знаю, сколько они еще подстают Вообще, этот район подлежит реновации Будут сносить и строить высотки А пока здесь очень уютненько Такой микрорайончик Засыпает Красота из-за девчонок есть Так, вот и мои кепочки А где кепки-то наши? Куда их перевесили? Куда перевесили кепочки? Классная кепочка Очень мне понравилась В общем-то, из девчонок больше ничего интересного нет Только что-то она большая Может, они разных размеров? Такая классная Вроде выбрала Еле выбрала размер Ваши списки Такое красивое Где-то стоит Какая-то стоит Интересная Совсем Продолжение следует... 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 вот такие вот шорты сейчас они уже ей маленькие и на смену их вот этих я и взяла, ну да, они побольше вот такие классные, мне понравились они стоили ну, они были со скидочкой вот такая здесь тоже и что мне сейчас нравится покупать вещи Даши то, что я их покупаю, теперь целом ну, понимаю о том, что Дашка вряд ли сносит шорты прям до дыр, и что потом Златка будет их донашивать, ну, хотя бы во дворе почему нет, вот так что я прям покупаю и спокойно душой, что потом еще Златик поносит отлично, вот, и еще такую футболочку, маечку взяла маечка-футболочка, ну, скорее маечка чем футболочка, в общем, мне она понравилась, она такая стильненькая как топ такой прям ну, прям я вижу с этими шортами в общем, мне кажется, прям классно будет классный аутфит, ну, и в лагерь еще ехать я думаю, что еще походит в таких вещах вообще, я обычно не очень люблю там цветочные принты всякие но здесь вот сочетание с этими буквами мне кажется, прям вот смотрится прикольно так что, так что да отличный аутфит получится и Златки я купила таки кепку, я, в общем-то, ее вам показывала в магазине вот, бирку пока не сняла потому что не могу понять оставлю или нет но вообще, наверное, скорее да, чем нет мне кажется, что по размеру ок она, да, сидит плотненько что в целом хорошо, не так легко будет сниматься но она все равно снимает и в этом плане меня еще смущает что-то мы особо-то не носим кепки вот, головные уборы не хотим носить, но вообще надо бы ну, в общем, не знаю прям она супер-супер классная ну, в общем, все равно пока не снимаю даже есть мысли может быть, как-то аккуратненько вынуть и, если что, одеть назад вот эти бирочки все в общем, не знаю, что делать она просто без регулировки они идут по размерам у них это 74 размер вот, и здесь просто резиночка сзади идет вот такая внутри резиночка так что вообще классная мне она прям вот мы ее просто увидели просто так прикинули, померили и мне она так запала что я за ней прям целенаправленно пришла вот классная, мне нравится и мы плавно перемещаемся в следующий день сейчас мы бежим с Златиком в поликлинику да, бежим просто со Златиком но по Дашкиным делам нам нужно получить справку для лагеря две справки справку с прививками и ну, просто там справка там с аллергиями вот эта 079 которая вот, вообще ее получать надо в школе но в школе сейчас медкабинет в отпуске поэтому мы идем в поликлинику и надеюсь, нам ее там дадут вообще у нас написано что ее дают либо в поликлинике либо в школе вот, поэтому мы мучим по поликлинику в Дашину с Златкой я ходу в другую поликлинику потому что потому что раньше там поликлинику куда мы ходим с Дашей это еще я ходила в эту поликлинику мы просто получается, что жили изначально немножко истории вначале мы жили у родителей это квартира напротив ну, дом напротив вот вот, и поликлиника там получается во дворе а потом мы переехали в дом через дорогу и какое-то время это ну, мы также относились к этой поликлинике к этому участку а потом все переиграли ну, так как было когда-то давно до этого изначально, да, наш дом, вот этот сейчас дом, он не относился к той поликлинике хотя вот дорогу перешел и во дворе поликлиника но нет нам нужно ходить в поликлинику в которой находится можно сказать, идти в две остановки вот поэтому я с Дашкой решила не менять поликлинику потому что, ну, потому что она уже большая и как бы если надо мы а, еще мы у нас доктор наш мы с ней договорились у нас очень классный доктор вот в первую очередь мы не хотели менять из-за доктора еще у нас очень классный доктор и она еще меня ввела в свое время да, такая в возрасте но она очень классная и я не доверяла только ей вот то есть и не раз сталкивалась с такой ситуацией что если мы попадали к другому доктору получалась такая ерунда что мы думали я всегда думала слушать себя свою интуицию или там доктору а тут как бы всегда стопроцентная вот она всегда говорила как есть и всегда все помогало ее лечение поэтому поэтому, в общем я не хотела менять поликлинику из-за врача вот но как бы со златой вариантов не было потому что это приходит на дом потому что это патронаж а он напрямую зависит от адреса то есть тут как бы вариантов не было к тому же к тому же наша доктор уволилась вот поэтому в общем-то отпала необходимость в той поликлинике но Дашу я не стала переводить потому что слава богу тут тьфу болеем мы не буду даже говорить ничего на эту тему нафиг боюсь сглазить ну в общем ходим оттуда редко поэтому слава богу поэтому не было необходимости хотя вот та поликлиника которую я сейчас вожу в злату мне очень нравится там всегда все очень быстро классные врачи классные отношения в общем я очень довольна этой поликлиникой и честно говоря для меня это было немножко удивление вот потому что я слышала они не очень хорошие отзывы но мне все очень нравится и я очень-очень довольна вот и я даже сейчас не знаю что мы будем делать со златой дальше когда переедем в дом но это ладно об этом подумаем позже в общем сейчас мы быстренько собираемся у нас есть план на сегодняшний день большой план вообще мы в воскресенье уезжаем за Дашей туда уезжаем к родственникам мужу я уже говорила на недельку и еще много-много всего я даже думаю уже надо взять бумажку и написать что мне нужно сделать потому что делать мне нужно еще много мне еще много нужно сделать по работе по сборам в общем что-то делать столько много осталось всего всего неделя вот завтра я еду на маникюр на шкодиле времени себе вот к своему любимому мастеру до этого я ходила первый раз ходила к другому мастеру я вообще на самом деле не люблю менять мастеров маникюра у меня шикарный мастер просто обалденная девочка у нее золотые руки все делает аккуратно я в этом плане где-то ну скажем так привередливая с одной стороны вот и в то же время я ей доверяю вот и это же важно это здоровье ваше то есть вам что-то могут занести ладно много слишком лишних слов много болтовни пустой времени мало поэтому мы с золотиком полетели мы собрались я собралась золотку собрала кстати ладно еще чуть-чуть болтовни чуть-чуть еще расскажу по поводу косметики которую я вчера купила в общем тушь вот эта Эвелин можете наблюдать на моих глазах мне понравилось я сегодня кстати не наносила тональник вот и карандаш вот я конечно может быть не наношу правильно очень этот карандаш по идее там волосковая техника все такое надо волоски рисовать но увольте у меня нет времени на это и честно сейчас нет желания вот бывает такое у меня было такое когда я прям все правильно старалась делать там все ухо там все четко четко но я понимаю что это тогда когда у тебя много времени когда у тебя есть время этим заниматься и финансы вот тогда это интересно а когда времени и финансов нет как-то ну поддерживаешь себя и все и сейчас у нас задачи такие более глобальные так куда делать карандаш вот 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 этот карандаш вот такой вот карандаш надеюсь сфокусировалась камера здесь написано тауп мне понравился я единственное за что я не люблю мне нравятся такие карандаши за что я их не люблю они заканчиваются очень быстро то есть средним такого карандаша при ежедневном использовании а брови каждую крашу я каждый день я тут кстати красила некоторое время буквально неделю несколько раз повторяла каждые где-то 4 дня красила хной и в целом была довольна до того как посмотрела свои видео и поняла что мне не нравится потому что у меня вот эта бровь сверху мало волосков и там видно что их нет на видео то есть там кожа прокрашена а волосков нет и смотрится это ну так себе что-то мне вообще не понравилось я решила что нет это не то вот и в общем почему не люблю карандаши вот на самом деле вот такой помадки такого плана помадки хватает я не знаю чуть ли не на полгода ну месяц на 4 так точно хватает а вот такого карандаша хватит на 2 недели а стоит это практически одинаково то есть это тоже около 300 и это около 300 ну как бы соразмерность цены в целом мне нравятся карандаши это удобно вот единственное еще что для меня важно обычно когда особенно я езжу на съемки мне нужно стойкое что-то стойкое карандаш часто стирается не знаю как вот этот по стойкости но что-то мне подсказывает что вряд ли он будет суперстойкий вот но в целом это удобно это классно вот но дорого вот поэтому мне кажется все-таки помадки это тоже классный вариант но вот эти тоже я не могу сказать что она суперстойкая но вот это хорошее у меня еще тут лежит отебелин помадка кстати такая тяжелая тут стекло вот такая отебель лежит номер софт браун кстати здесь у меня софт вот а это тоже номер один люкс визаж тоже классно вот я постоянно ей красила люкс визаж нравится ну стойкости вот для меня немножко не хватает чуть-чуть вот можно было побольше раньше я пользовалась джаст да куматкой джаст фирмы но сейчас по крайней мере я давно не смотрела но ее вроде как сняли с производства очень классно 317 318 номер не знаю может еще когда-нибудь может найду может они просто кончились но я какое-то время смотрела несколько раз проверяла и не было вот этих были какие-то остатки и все но была классная она реально хорошая и да меня очень устраивало долгое время вот так что так что вот а еще сегодня нам нужно зайти за посылкой с алиэкспресс мне пришли спонжики а то мой спонжик уже вообще он у меня разваливается страшненький ну ладно не буду вас пугать спонжик в общем ладно мы полетели побежали у нас куча дел Злата ну что это такое это мамина мамина от фототехники дай сюда дай это нельзя трогать ай-яй Златику сегодня 10 месяцев сегодня маленькая именинница и я пыталась ее пофоткать но мы начали что-то уже поздно в общем ничего у нас сегодня особо не срослось ну так немножко поснимались а в конце еще я начала судорожно искать Веню мне показалось что он вылетел в форточку вот ну слава богу нашелся дома так что все хорошо вот ну в общем решили завтра продолжить в фотосессии такое дело с ней идет лучше не мучиться так Злат хотели такая была задумка мне очень нравится вот этот вот Дашкин портрет вот этот вот и я хотела повторить вот такого плана фотку сделать именно тоже Златику ну в общем что-то сделали не знаю получится нет и вот эти бусы я их обыскалась но вроде я наверное их выкинула в общем не нашла может конечно я Дашке их отдала где-то у нее вот не нашла вот такие другие использовала свои но что-то мне не особо понравилось как-то выглядит не знаю вот и такой вот бантик в общем что-то как-то не знаю что-то как-то как-то все-то не срослось ну ладно завтра попробуем еще может завтра что-нибудь лучше получится еще вот такую королу откопала ну так конечно смешно смотрится детская у меня немножко времени пока Златик спокойно сидит иначе если я сейчас ее выпущу из манежа то она мне точно ничего не даст снять в общем хочу вам показать свои последние покупки с Алиэкспресс первое что хочу показать это лампочка точнее бра на нашу лестницу наш новый дом вот так выглядит эта лампочка ну вот эти бра а вот такие лампы это металл такой классный на самом деле матовый металл очень плотный такой прям добротный стоила одна такая лампочка по-моему тысячу или девятьсот член ну вроде того я ссылочки все обязательно оставлю такие лампы бывают на одну лампочку на две ну то есть они снизу сверху вот чего они бывают по одной по две по три четыре по-моему до шести что ли ну вроде того вот мы взяли три и еще они есть водонепроницаемые и обычная разница там буквально не помню рублей тридцать может сорок вроде того вот я взяла водонепроницаемые с тем расчетом что возможно а в будущем мы либо их либо еще докупим будем иметь возможность повесить их на фасад такие лампочки часто используют для фасада и смотрится это здорово потому что у меня есть сомнения что эти лампочки подружатся с нашей шикарной люстры мне кажется это немножко простовато вот поэтому так что возможно пока что повисят но потом мы заменим их на что-то более интересное в золотом цвете наверное на нашу ну на лестницу повесим вместо бра у нас там бра и люстра и точное освещение дальше будет идти по второму этажу так что вот такие вот лампочки мы проверили все работает все супер отлично мы довольны но повесим когда их повесим включим уже будем понимать сколько они света дают и уже может быть более точно понимаете насколько по освещению они сколько света дают в общем сколько подходит по освещению вот наконец-то сформулировала муки так это в общем две такие я купила так покупка номер 1 а покупку номер 2 вы можете видеть на моей руке это такой же браслет с алиэкспресс как я уже заказывала только в другом цвете классный тоже отличный я в общем поменяла и сразу одела ношу прям все довольна но не настолько довольна наверное из-за цвет в общем если вкратце то душа к розовому у меня сейчас совсем не лежит ну да и поэтому я заказала розовые тапки тадам класс вообще улет ну розовые потому что нет в плане вот таких вещей спокойно просто часы у меня есть зеленый и он мне ближе он серьезней как ну это что-то больше мэр вот и последнюю посылочку мы с вами откроем вместе а ну насчет вот этих тапок не рассказала показала мелька мне рассказала ничего такие на самом деле нормальные обычные ничего особенного мне чутка широковаты вот ну так пойдет ну как вариант либо дома либо где-то там вот я думаю может быть когда мы поедем в Саратовскую область там все-таки полторы тысячи километров на машине ехать я думаю что я вполне могу у них ехать и это хороший вариант для таких вот поездок ну такие себе наверное если бы я их покупала в обычном магазине где-то в Ремериала покупала возможно я не купила бы ну так пойдет в общем как-то так так ну и давайте откроем вот эту посылочку небольшую так это это тут что-то розовое но это спонт я кстати заказывала два разных цвета а мне положили один нах ну ладно они пришли очень быстро завтра наверное я проверю их так по качеству они кстати немножко разные по форме вот этот вот такой может там имелось ввиду не цвета форма не знаю а этот скошенный вроде так приятненькие но спонжики более понятно по мокрому состоянию когда они мокрые вот вообще я пользовалась уже китайскими спонжиками и была очень-очень довольна и не видела разницы вообще но до этого что я покупала обычные там за 400 ну я уже вам говорила да что я заказала спонжики и они пришли просто колоссально быстро я не знаю ну за неделю это были все мои последние покупочки небольшие а еще я жду жду шорты с алиэкспресс спортивные для того чтобы заниматься спортом я сейчас возобновила тренировки потому что посмотрела на свою спину и вообще по ощущениям спина кричит караул вот и решила что да пора продолжить свои занятия и два дня я занимаюсь с утра а у меня так получается что если я с утра не позанимаюсь то все потом я уже ну по крайней мере сейчас в таком ритме я не уже не позанимаюсь спортом никак вот поэтому сейчас каждое утром я встаю и сразу делаю такую ну минут на 20 небольшую но все равно мне это дает силы дает энергию и в то же время я вижу что у меня осанка стала лучше это только занимается только два дня что же будет дальше надеюсь что будет только лучше вот поэтому да спорт конечно заряжает и он жизненно нам необходим ну как мне по крайней мере точно я вроде все показала вроде все рассказала поэтому буду с вами прощаться подписывайтесь на мой канал ставьте лайк и надеюсь дальше будет интереснее всем пока прощаться пока